Здесь столовая. Работает 24 часа в сутки. Наверное, как у всех хостелов, здесь вот есть большая такая кухня. Можно сюда прийти, пообедать, пьёт салфеточки, телевизор есть. Можно телевизор смотреть. Вечером вроде бы смотрели мужчины телевизор. Есть всё здесь. И ножики, и ложки, и маленькие ложки. И даже есть, смотрите, можно вот так заворачивать, даже бумага есть. Так, теперь ещё есть кулёчки. Даже вот такие огромные кулёчки можно брать. Холодильник есть, посмотрите. Холодильник. Есть микроволновая печь. Есть стиральная машина. Водичка попить есть. И вот досточку. Я сполоснула на всякий случай. Досточку. Салфетки процелём. Сейчас ещё. Так, это бумага нужна. Дякую. Дякую. Покажи, Олежка, колбасу, которую мы купили. Львовскую колбасу. Вот такая вот. И здесь вот в разрезе покажи. Ну, у нас дегустатор была Таня. Попробовала. Очень вкусно сказала. Сейчас будем нарезать. Я не знаю, когда мы, Олег, будем это пробовать. Потому что сейчас наелись круассаны. Ой, из-за вот этой шкурки очень плохо режется. Надо вот эту обмотать, наверное. Смотри. Целый килограмм берём нитки. А я думаю, что они так плохо режутся. Вот. Сейчас в эту бумагу мы снова будем заматывать. Здесь шкурку тоже надо собрать. Видишь, какая шкурка. Ой. Еще елевки есть, а-а-а. Елевочки. Так. Может, не все резать? Не все? Там и съедим все. Ну, я не знаю. Если мы никуда не будем заезжать кафешки, то может. Если еще кафешки будем заезжать. То все не надо резать. Ну, может быть, на пробы тогда вот столько нарезать? Да какая разница? Я нарежу, потому что потом у нас не будет уже ножа. А вдруг захотят. Да. А вдруг захотят кто-то покушать. Я Олег тонко не могу нарезать. Олег очень любит тонко, чтобы было нарезано. Но нож тупой. Поэтому я уже нарезаю покрупнее. Выборь, Олег. Я не могу тебе нарезать так, как ты любишь. Все. Вот этот хвост пока оставлю. И вот этот колбасу тоже еще не везем. О, смотри, как шкурка хорошо снимается. Я такая витая. Шинку уложил. Бумагу отдельно, а колбаса отдельно. Ну, понятно. Ну что. Так, сейчас мы это все завернем. Красиво. А колбасу, я не знаю. Не надо, наверное, тоже много резать. Не, пол колбасы, да. Пол колбасы хоть. Остальное Надя отвезем. Понюхай. Пахнет? Пахнет колбасой. Вкусный колбасой. Так, ну все. Показал ты, покажи здесь все. Интерьер показал. Да показал, что тут интерьер смотреть. Колбаса интереснее, да? Так, все, я думаю, вот этого достаточно нам будет. Так, все, это сейчас выбросим все. Все. А тут хоть... А тут нет, ни сиротифора, ни сиротифора. О, моя, конечно, тут паршивая. Трамвайчик, смотри, на подъем. На вокзал едет. Смотри, шестой номер тоже в вокзал едет. 29-й автобус тоже, смотри. А, это здесь. А, мы в центр, значит. Это не центр. Это не центр. Это не в эту сторону. Ну, тоже все. Ну, больше звезды идут почти... Ну, на вокзал все идут, бачь. Написано, там написано Друи на вокзал. Львов неровный город. Он тоже, ну, Киев даже такой тоже холмистый, но все равно не очень заметно. А здесь больше, конечно, даже заметно, что здесь. Подъем, спуск. Мне нравится, когда под раманем ленин ехать, лучше я понимаю. Хорошо, да? Нет, не любые. А, не левые? Нет, дорожные, но как-то опасные. Ну, да, вдруг сзади подъедет этот трамвай. Да, и куда. А, это ведь в одну сторону? А, здесь улочки очень узкие. Да, мы едем. Да, здесь, видимо, в одну сторону. Одни рельсы, да? Вот эти, что это. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А парковка малюсенькая. Вот это они нючные. Я уже вижу, посмотрите, какой красивый вход. Надо маски одевать на кладбище, написано. Лычаковское кладбище основано в 1786 году. Площадь приблизительно 42 гектара. На территории кладбища около 300 тысяч захоронений, 5 тысяч гробниц, около 500 скульптур, 23 семейных склепа. Территория кладбища поделена на 86 полей. Самая старая надгробная плита готовна 1675 годом. Решением львовской городской власти, народных депутатов, территория этого кладбища провозглашена историко-культурным заповедником. Это схема Лычаковского кладбища. И вот темно-зеленым, это самое старое захоронение отмечено. Могила композитора и поэта-автора песни «Червоная рута» Владимира Ивасюка. Могила первой. Могила оперной певицы мировой славы Соломии Крушельницкой. Политического деятеля, прозаика, поэта, переводчика, ученого Ивана Франка. Мы зашли, здесь покупаются экскурсии, нужно купить. Экскурсоводом нашли вот до самой верхней точки кладбища. Здесь захоронены польские воины. Вот как экскурсовод нам рассказывал, что здесь была война между поляками и украинцами. Когда приезжаем во Львов, и если человек не был никогда во Львове, я стараюсь привезти сюда на Лычаковское кладбище. Интересные могилы. Вот сегодня мы вам тоже покажем, насколько красивые памятники. Смотрите, сколько здесь польских воинов. Это в 1920 году, в 19-м году, в 18-м. Здесь похоронится. Сергей Кузьминский, лидер группы Гадюкины, братья Гадюкины. Посмотрите, какой у него памятник. Скрябин где похоронен? На каком-то? В Львове, только на другом кладбище. В семейном склапе. Мы думали, что тут. Ну да. Багичизм на польском написано. Памятник в виде пеликана, посмотрите. Символ бескорыстности. Бескорости. И маленькие пеликанята. Здесь, в городе Львов, в городе Лева, называют город Лева, очень много скульптур со Львом. Здесь вот ратуша львовская. Это пекарта Львова. Нет, нет, это ратуша. Ратуша города Львова изображена. И лев здесь лежит с крыльями. Охраняет. Да, здесь пахон. Здесь Здесь почивают герои, которые погибли в российско-украинской войне с 14-го года. В 15-м году. Артист Позывной артист у него был, смотри. Голубь Юрий. На молодые сижет и забудьте военные спички. А здесь похоронен Василий Слепак. Это известный оперный певец Василий Слепак в 2016-м году. Нет фотографий, к сожалению. Голубь Юрий. В Китае, через Китае, китае, Мы ехали к Наде, заехали во Львов, и я Азизу показывала это Лычаковское кладбище. Мы взяли экскурсовода, так как и в этот раз, и она нам рассказывала много что интересного. И я очень удивлялась тогда плющам. Думаю, как плющ на кладбище и не замерзает зимой? Это уже два, сколько это прошло, почти 18 или сколько лет прошло. И я тогда удивлялась. А здесь во Львове более теплее погода, поэтому и плющи здесь выживают. Обвивал плющ, и я очень удивлялась. Ну, когда поехали в Европу, там, конечно, мы увидели много таких деревьев. А я тогда видела первый раз. Смотрите, как этот плющ оплетает дерево. Уже сросся почти с ним. И вот все деревья оплетены плющом. Вороны. Да, тут склеп. Квартира не одна. Как-то деревянный, да? Ну, это не дерево сделано. Нет, это камень, но в виде дерева. Но в зазвальку вот это поросло, то точно теперь их дарят. Уда. Вот в этот раз экскурсовод такого не рассказывала. А вот я запомнила, когда мы с Азизом приезжали, очень интересный экскурсовод рассказывала, показывала. И о каждом памятнике. И я тогда запомнила, 18 лет назад. Богатые люди делали себе склеп даже наперед. И делали огромный склеп для всей семьи. И этот склеп пустовал. А люди, у которых было меньше денег, они надо было захоронить, но не хватало денег. Допустим, человек внезапно умирал. А нужно было похоронить сейчас. Тогда они брали в аренду и назвали тогда эти склепы общежитиями. Они вот такие вот, вот такой склеп. Они несколько этажей было, и там складывали человека и ждал своего времени, когда они накопят родственники деньги на свою могилу или на свой склеп. И хоронили тогда уже людей. И вот они за год брали. И тогда, даже тогда, богатые люди, видите, были предпринимателями. И даже на таких вот общежитиях, на таких склепах они зарабатывали. И когда уже приходило свое время. А это, видите, современное. В 18-м ряду. Да, в 18-м. Видите, тут навык на парад зарубили уже. А, да? Да. Дата смерти еще не мало. А, да, понятно. В 41-м, в 2018-м. Это уже современный склеп. Вот здесь, да. Да, здесь зато плющ оплел. Интересно получается. Еще вам сейчас покажу. Вот этот памятник. Видите, у них пронумерованы 86 таких полей. Какой красивый памятник. Крест, который наверху должен быть, он почему-то валяется вот здесь. Или разбили, это может быть действительно так. Или его разбили, или его специально так положили. Что как будто бы жизнь оборвалась. И крест внизу. И крест внизу. Может так. Какая тишина. Только вороны каркают. Склеп еще, смотрите, какой большой. Семейные склепы. Мужчина. И девочка целует ему руку. Мужчина. И девочка целует его. композитор владимир и васюк здесь похоронен 1979 году помните песню софия ротара исполняла его песни знаменитый композитор рояль сзади него погиб при загадочных обстоятельствах кто-то ему позвонил вечером он поехал навстречу нашли в закрытом военном городке убитым с курса вот рассказывает и сказали что он сам покончил с собой жизнью потом уже конечно стали расследовать уже сейчас и выяснилось что все таки его убили димир и васюк ну да 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 это композитор известный скорых мирослав михайлович кинофильм тени забытых предков кто знает он здесь похоронен а вот экскурсовод сегодня рассказывала про вот этого моряка говорит что парень очень хотел стать моряком поехал в одессе учиться но что-то заболело до сердца у него и родители вот сделали памятник такой моряка молодой парень а это вот старые памятники ангелочки такие сидят а это памятник леопольд левицкому художник среди какой необычный памятник в форме его инициала л он так подписывался расписывался да иван вакарчук это отец знаменитого нашего украинского певца вакарчука группа лидера группы океан эль святослава вакарчука иван вакарчук это его отец в апреле а здесь похоронен гимнаст он прошел несколько немецких концлагерей в том числе и бухенвальд когда освободили его с бухенвальда и у него он весил 43 килограмма но все-таки он начал заниматься спортом и 7 до 7 семикратный чемпион 7 золотых медалей завоевал и двухкратным чемпионом мира чукарин чукарин виктор иванович двадцать первом году родился 1984 году его не стало абсолютный чемпион олимпийских игр абсолютный чемпион мира по гимнастике и заслужен мастер спорта ссср заслуженный тренер у ссср а здесь похоронена знаменитая украинская оперная певица соломия крушельницкая она вошла в историю как оперная дива выдающаяся певица мира памятник ивана франко здесь похоронен возле главного входа станислав люткевич здесь похоронен и композитор знаменитый композитор диригент академик герой украины микола колеса памятник меценату который открывал учебное заведение для бедных он любил детей видите был богатый дети с книжечками добрые дела не забываются памятник человеку который очень любил собак и когда он умер сюда на место его захоронения пришли две собаки и вот они не ели не пили и лежали на его могиле поэтому и установили вот такой здесь памятник это нам гид так рассказывала какая кора у дерева а и 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 Субтитры делал DimaTorzok И сегодня мы видели в нескольких местах, как реконструируют могилы. Какой красивый памятник. Мы уже сейчас пообедаем и будем направляться к Наде.